Добрый день, дорогие друзья! Доброго времени суток! Я вот начинаю такую серию, наверное, отдельную, прям особо таких встреч, которые будут связаны одним образующим таким, образующей нитью, связующей, Москонцерт. Вот человек, который сидит рядом со мной, это заслуженный артист России, композитор, замечательный певец. Автор гимна Москонцерта. Автор гимна Москонцерта и не только. Автор детских песен, вот подарил моим деткам диск, вот Шаинский Владимир его благословил на создание детских песен. Было дело. И хочу сказать, что Абазинский Валерий сказал, что сочиняет песни. А вот мы вместе на Камчатке с Валерием Владимировичем. Да. С Абазинским, это было? Ну, так я и не могу никак договорить. Это заслуженный артист России Владимир Юрьевич Михайлов. Здравствуйте, Владимир. Я приветствую всех, кто нас смотрит. Я хочу тебе сказать, что вот сейчас мы записали передачу, да, вот, «Звездные гостиные», как обычно. Вот при встрече с тобой… Для меня необычно. Да. При встрече с тобой понимаешь в очередной раз, что вот те советские люди, которые сегодня, они уже в какой-то степени превращаются вот в инопланетян в этом мире. Раритет. Раритет, да. Это, знаешь, как хорошее вино. Оно чем дальше, тем выдержаннее, тем крепче и тем оно забористее. Общение началось с того, что, дорогие друзья, я позвонил по телефону, хотел пригласить на программу. Телефон мне дал наш общий друг, я бы сказал, да. Виктор Семенович Харакидзян. Харакидзян. Поющие сердца. Да. Мы с ним периодически созваниваемся. Мой друг. Мы с ним тоже пьем чай, встречаемся, вот, общаемся, он потрясающий человек, вот, и он говорит, давай вот Володю пригласи, я вник, послушал песни, и вот когда Владимир Юрьевич прислал мне первые песни, я понял, что я попал в советское вот такое, включил как будто радиомаяк 20 лет назад, да, или 30 лет назад, и прослушал вот такую приятную программу. Которая мне подняла настроение, как будто я совершил такое путешествие в приятное, далекое советское прошлое. Но в то же время эти песни актуальны сегодня, потому что душа жаждет прекрасного. Замечательные песни о друзьях. Сотрудничает и с лучшим оркестром сегодня. Звезды ретро. Звезды ретро. Которые, собственно говоря, переиграли во всех ВИА, да, во всех... Нет, не ВИА. Эти ребята играли в самых лучших оркестрах наших... А, в гости или радио, на фонду. Да, 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 совсем. Все уже с Муслимом, Агамаемом. Уже все в возрасте. Вот, я спросил, говорю, Владимир Юрьевич, в чем секрет такого звука, вот вообще вот этих песен? Оказывается, записывает на студии Льва Лещенко. Он жиле 30. Поэтому я хочу сказать, что это высшая проба такой эстрадной советской песни. Всем рекомендую находить этого человека, Владимира Михайлова, и наслаждаться его песней. Потому что песни записаны, ну вот действительно от души. И я сегодня сказал в конце нашей программы такие слова, я их еще потом повторю. Но я хотел тебе задать вопрос вот о том, как складывалась твоя жизнь, вот как она постепенно... Я не буду сейчас повторять передачу, мы вкратце, да, проходим по жизни. Во-первых, встреча с Шаинским, как вот это произошло, когда он тебе сказал, что ты продолжатель, да, вот этого мелодизма. Ну вот, расскажи об этом. Ну, все-таки начну с детства. Да. Я говорю, музыкальная школа? Я не знал, что это такое вообще. Вот знал пацанов? Говорит, открывается музыкальная школа, да ты поешь там. Вот. Я говорю, мама, я хочу учиться в музыкальной школе. На что она мне сказала, у тебя нет слуха. Но я был настойчивый. Я ее, видно, так достал, что в конце концов она меня взяла за руку и сурово сказала, ну смотри. Вот. Когда я прослушался, мне было очень страшно и очень интересно. Какие-то дяди, взрослые спрашивали то-то, то-то, что я ничего не понимал, но было интересно. Игра была какая-то. Потом мне сказали, мальчик, ты хочешь играть на скрипке? На что я сказал, нет. А на чем ты хочешь играть? Я, по-моему, даже не знал, что такое скрипка тогда еще. Я говорю, на баяне. Вот. А почему на баяне? Потому что был тогда фильм «Солдат Иван Бровкин». Если б гармошка умела. Вот. Это был мой кумир. Давно все кумир того времени. И в итоге, друзья, первый преподаватель был незрячий. Назови его имя. Это разумеется. Петр Дмитриевич Матусков. Так получилось, что уже баян в то время был распространенный. Все хотели играть на баяне. И все уже педагоги набрали учеников. И вот они долго совещались. Говорят, ну, если, говорит, Петр Дмитриевич возьмет меня. Потому что набор состоялся. И когда я открыл дверь, сидел человек в очках. Он был незрячий. Я его испугался. Потому что у него на лице были такие следы оспы. Была эпидемия оспы. И у него вытекли глаза. На самом деле, это такая трагедия человеческая. И в то же время, человеческий подвиг. Ты понимаешь, когда ты об этом рассказываешь, не до всех доходит, что у человека вытекли глаза. Да, была болезнь, не было лекарств в то время. Все лицо в оспе. Талант от Бога. Но я это не понимал. А талант от Бога передал другому человеку. Он в меня все вложил. Это я уже, когда прошло много времени, пришел от такого вывода, откуда все. И все мне иногда думают, что все мне легко удается. Не так. Но стремление доказать. Мама сказала, что нет слуха. Докажу. Потом у меня прекрасный преподаватель. Потом мы переехали в город Волгоград. У нас все поумирали. Там я попал в академическую капеллу. Народную присутствует в строительном заводе. Там был Альберт Павлович Сыбышев. Опять школа. Он мне поставил дыхание. Как правильно петь. Я ничего опять же не пел. Он клал меня на руку. Все то-то-то-то-то-то-то. Потом так получилось. Смотр самодеятельности. А я хотел в эстрадный оркестр. Но не знал, как к ним попасть. Я играл на баяне. Любую песню мог сыграть. Любую, которую мне моментально. И ко мне подходит руководитель капеллы. Володь говорит, у эстрадников солист заболел. Может, споешь под баян что-нибудь. Мне было страшно. Потому что я никогда сам не выходил с баяна. Я спел песню Якова Галякова, с которым потом подружился. И стал писать. Вышел даже альбом у меня с ним. Он намного лет старше меня. Яков Галяков, который написал такую песню. Так уж случается, люди влюбляются, слушаются соловья. Девушки, бабушки, папы, мамы и я. Это Яша Галяков, который стал моим большим другом. И вот эту песенку, которую я записал, его стихи написал. Я не понимаю, что такое. Со мною, со мною. Возможно, это связано. Но это для другой передачи. Я ее пел, по-моему, пять раз подряд. И еще последнюю электричку. Опять от меня. И ко мне подходит руководитель оркестра эстрадного. Говорит, хочешь петь в оркестре? Я говорю, хочу. И вот так я попал в эстраду. Ничего случайного. Потом попал в армию. В армию тоже. Да, на присяге под баян спел песню. Сальвадора домой из сказочного сна. Подходит сержант. Говорит, хочешь играть в оркестре? А я говорю, я ни на чем играть не умею, кроме баян. Говорит, а у нас кларантист увольняется. Он тебе покажет. Потом в Грузии поступил в училище. Да, да, да. Там же, там же. В Батуми поступил в музыкальный училище. Имени Захария Палиашвили на вокальное отделение. А потом вернулся домой в Волгоград после службы. Мне расхотелось ехать в Грузию. Славянские лица. Я вернулся домой. И ко мне подходит руководитель Капеллы и говорит, Володь, хочешь? Я говорю, хочу. И я стал учиться по-кровому дирижированию. Потому что там вокального, там это артисты оперетты. Мне это не нравилось. А вот дирижирование. А потом ансамбли. Сначала были неизвестные. Потом Леси, песни. Акварели. Потом рок-группы, кинематографы. А потом жена сказала. Это еще раньше. Да, сел в ресторан. Это тоже школа, между прочим. Между прочим, дорогие друзья, сел в ресторан. Это кафе «Минутка». От ВОСа. Да, моя трудовая книжка здесь лежала. От «Сератистов что-слепых». Да, целый год. Ну, а пока он не попал на драку, да? Вот, которую я рассказывал. Я говорю, иди опять в филармонию. Но я могу сказать, что в этом коллективе. Вот Коля Осипова. Я знаю, у него было повреждено зрение. Он был клавишник. У нас очень хороший музыкант. Вот. И музыканты все были классные, да. Это тоже школа для меня. То есть я везде, где бы я ни это самое, я и до сих пор учусь. Вот сейчас сидим вместе. Я знаю, почему нет. Вот. А потом все это стало воплощаться. Сочинять я начал в 43 года. Я до этого даже не знал, что у меня есть такой этот. Да. Да, это Юра Гуреев. Пили самогонку. Сейчас могу рассказать. Вот. На Малой Калитниковской. Там рядом был раньше птичий рынок. И он мне сказал, Вова, тебе... А, говорит, ты знаешь, со временем ты никому не будешь нужен. Я говорю, почему, Юр? А он старше меня был. Мудрый. Он говорит, да, петь чужие песни, это ресторан. А ты можешь. А ты можешь. И вот он мне таким образом... И потом встреча с Абадзинским на Камчатке. В 87-м году. И Абадзинский когда сказал, пиши, 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 сказал. Я ему подражал. Но не знал, что он стоит сзади, за моей спиной. И пел под Абадзу, вот, Мари Корне. Сейчас поет ее, это визитная карточка этой певицы, молодой. Супер. Вот. Говорю, кто эту песню написал? Я говорю, я. А я его не видел, что он сзади стоит. А он выходит из темноты. Здорово. Валера, сразу на ты. Я говорю, Володя. Ну-ка, сыграешь еще раз. Я все забыл сразу же. И мелодию, и гармонию. Потому что стоял Абадзинский. Но он уже услышал. И он взял листочек, и там такие слова. Но все равно я иду на концерт и пою. Говорит, это же песня про меня, Володь. Ты должен петь и сочинять. Это я говорю тебе, Валера. И в итоге потом уже, когда родилась у него внучка. Да, уже внучка. Уже внучка родилась, и он решит. Скоро я буду прадедом от этой внучки. Да, и он решил сочинять детский. Да, в знак протеста. А Владимир Яковлевич Шаинский помог издать наконец-то. Нет, он мне, это как паспорт. Нет, паспорт дал. Альбом-то поможет. Уже в моей песне пел большой детский хор радио Тилиния Попова. Пел хор имени Локтева. Но песни нигде не были изданы. И мне предложила одна фирма, Твик Лирикс. Они были монополисты. Да. А он говорит, это в этот сборник, это в этот. А вы не там растворятся. Я говорю, свой альбом. А вы же не Шаинский. Я говорю, да. Я не Шаинский. Я, как и вся страна, вырос на его песне. А с вами на этих условиях? И это так и было, да. Я хотел, боже мой, с балкона прыгать. От того, что всем нравится, а ничего у меня не получается издать. Вот нет у меня этой продюсерской, к сожалению, жилки до сих пор. Но наперекор всему, все равно получается. И получается неплохо. Потому что, боже, да. И вот удивительно, еще одна такая вещь. Что я хотел бы сегодня сказать. Может быть, кто-то считает, что возраст называть женщине, еще кому-то мужчине. Сейчас все, знаешь, прятят свой возраст. Они никуда не верят. Юрьевичу 73 года. А у него голос вот просто чистый. 30 лет с трудом на тяжку дашь. Вот. Так что, вот хочется... Мне и в душе так. Да. И в душе так. Когда ничего не болит. Когда ничего не болит. Энергия прет. Я хочу пожелать творческого долголетия. Спасибо. Вот мы общаемся. От него исходит необыкновенное вот такое человеческое тепло. Тепло человеческого сердца, вот через которое он пропустил все свое творчество музыкальное, он общался с такими великими людьми и вот это вот все вместе, как бы это называется жизнь настоящего человека. Борис Иричков, Ренат Ибрагимова, Маргарита Николаевна Суворова, да и много-много интересных людей на моем жизни. Но вот сейчас общаемся тоже, для меня это большое обогащение. Да, Кобзон первый меня поздравил с присвоением звания заслуженной армии. Лично мне жало рукой. Я всегда выдаюсь в царстве невеста. Поэтому я хочу пожелать только одного творческого долголетия. Оставайся всегда таким же, как ты и есть сейчас. Я тебя благодарю за то, что нашел время прийти. Наша встреча не последняя. Мы потом о детском творчестве поговорим. Да, обязательно. Сейчас это одна из самых моих главных. Тем более скоро будет вынучка. А чтобы написать детскую песню, в душе надо всегда оставаться ребенком. И Господь сказал, что если хотите войти в Царство Небесное, будьте как дети. Я только хочу сказать, на земле столько прекрасного, что хватит каждому, ребята. Да, да. Это был Виктор Тартанов. И замечательный человек. Человек с большой буквы. Это заслуженный артист России Владимир Юрьевич Михайлович. До новых встреч.